Друзья, всем привет, с вами Геленджик Live. Находимся мы в нашем доме на 14 этаже. Хочу показать вам вид и несмотря на то, что в Геленджике сегодня достаточно пасмурно, сегодня проходит мероприятие, значимое для многих. Сегодня сажают у нас за корпусом Б, вот там сажают возле улицы Горной деревья, будут сажать там можжевельник, клен и дуб. Друзья, у нас сейчас меняется ландшафт, сейчас на нашей территории ЖК Азимут ведутся посадочные работы, это благотворительная акция и буквально, я думаю, за очень короткие прожитые времени все деревья природятся и здесь будет очень красиво. Сегодня у нас акция здесь проходит «Сдай макулатуру спаси дерево», принимает в этом участие все организации, наши местные геленджийские школы, предприятия, это все уходит из расчета 400 килограмм, мы сдавали и за это получали саженец дерева. Вот и сегодня у нас собралось такое вот значимое мероприятие по посадке 2 марта, всемирная высадка деревьев. Вот. Какие деревья тут здесь сажали? Можжевельник, дуб у нас, клен, рябина. Дуб, дуб, дуб. Вот это вот наши. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за акция и как вообще здесь оказались? Здравствуйте. Акция «Посади дерево», «Сдай макулатуру» и «Посади дерево». Вот. Наша организация поучаствовала в этой акции. Мы очень рады. Наше дерево, вот оно будет расти. Надеюсь, все будет нормально. Наша организация «Радость жизни», Краснодарская краевая общественная организация родителей детей-инвалидов. Нас уже пополнилось, уже 78 человек. Наша организация потихонечку-потихонечку прибывает. Начинаем с детьми заниматься. Она сняла ланцеть наших деток на реабилитацию. И мы по двое, по трое деток просим, чтобы очень большая скидка в этом медицинском центре. Надеемся на людей, которые будут отзываться, тоже помогать нашим деткам. Для этого мы создали эту организацию для помощи детям с ограниченными возможностями, для помощи семей, семьям. В любом случае, кто-то подарил ребенку подарок, кто-то сделал тортик, кто-то позанимался с ребенком, ЛЦК позанимался. Мы будем очень рады. Звоните. Ну, контакты я укажу, контакты я укажу. Я так понимаю, ваше дерево, это именно ваше, да? Да, да, это наше дерево. Вот, «Радость жизни». Мы его так и назовем. Наша «Радость жизни». Ну, а так быстро закончилась акция. Народу было, на самом деле, очень много. Посажено около 50 деревьев. В том числе посадили здесь можжевельник. Он находится с правой стороны от меня. Немножко подальше растут клены и также посажены дубы. Ну, в общем, мы, я думаю, здесь в порядок все дело приведем. И будет очень красивая такая вот небольшая лужайка перед домом, зеленая зона, где можно будет погулять и также вот отдохнуть, посидеть, посмотреть на море. И, конечно, подвела погода. Я сам не планирую, что такая будет погода сегодня. Очень холодно, сыро. Я думаю, самое главное уже сделано. Участвовала организация «Радость жизни». Раньше мы уже снимали новогодние выступления этой организации. Ссылочка будет в конце видео, так что приходите, тоже смотрите. И также участвовали школы. Школа номер два в том числе и другие участники данного мероприятия. До конца еще не доделали, но еще вот тут планируется еще засаживать. Погода просто пугнула. Я думаю, сегодня сделали максимум, что могли, а потом уже будет доделать. Конечно, приятно. Мне, как жителю нашего комплекса, очень приятно, что данная организация проходит в рамках нашего ЖК. Потому что, к сожалению, застройщик, когда сдавал данные квартиры, данный дом, об озеленении не позаботился никак. На свою руку были вставлены просто для сдачи какие-то растения, которые буквально через неделю уже высохли. Вот это все, что здесь растет, это все сделано собственными руками наших жителей. И здесь елочки растут. В общем, потихонечку мы облагораживаем нашу территорию и в том числе благодарны тому, что нам помогают с помощью таких вот акций. Город должен быть зеленым, город должен цвести. По корпусу С мы также сейчас облагораживаем территорию. У меня подготовлены уже три ямки. Здесь будет расти жевельник. В ближайшее время я вот здесь на пассажу. Сейчас сделаются ограждения по улице Маячной, в том числе выход на улицу Маячной. Так, где сильные ветра. Поварищ компания сделал нам такой вот забор. Забор, разумеется, не до конца не доделан. Но это очень облегчает во времена стесильного ветра спуск или подъем по улице Маячной. Потому что можно подержаться. Вот у меня уже вырыл три ямки. Здесь буду сажать можжевельник. Сегодня, конечно, погода такая прям очень сырая. Розочки наши тоже здесь природились. Осталось только забор здесь покрасить. Ну и, естественно, по улице Красной тоже будет забор. На самом деле, в такую погоду на улицу не выйдешь, по набережной не погуляешь. Поэтому покажем вам то, чем мы занимаемся дома. У Вики много заказов, поэтому я сейчас увлечена своими рисунками, портретами. В технике сухая кисть. Ну а мы с Владиком собираем мозаику, потому что хотим немножко изменить интерьер нашей кухни. Покажем дальше. Владёж, ну-ка, расскажи мне, что делаешь? Собираю с мамой и папой мозаику. Большая мозаика на 4000 деталей, да, у нас? Угу. В общем, уже само полотно будет превышать размеры стола. Буквально с каждой стороны где-то сентября по 10-20 будет больше. Так что можете масштаб сами оценить. Осталось совсем на всего. Мы собрали одну шестую часть. Собаки-новаляки. Эй! Мне пришел очередной заказ на портрет. Сейчас я рисую девушку, но, к сожалению, эта камера ее не передает, так как я ее нарисовала. Да, она что-то как-то совсем ее изгибает. Просто дело в том, что как снимать? Если девушку снимать снизу, у нее лицо меняется. Если сверху, то есть разница. Вот такая вот упитанная. Вот такая вот студенточка. Все, теперь я закончила. Данный портрет форматом А2. Это 40 на 60. В технике сухая кисть. Стоимость его 2000 рублей. Я двигаюсь вниз по улице Маячной. Мне надо сейчас зайти купить цветы перед праздником, потому что я все праздники буду работать. Нам на самом деле повезло с тем, что магазин цветочный находится у нас буквально под буком. Цветы там покупаем регулярно и они очень много времени не вянут. Это очень хорошо. Поэтому сейчас туда же я напрягаюсь. Найти его очень просто. Находится он на основке сосновой рощи. Вот впереди вывеска цветы. Магазин флористика. Туда-то мы сейчас направляемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все, я двигаюсь домой. Субтитры сделал DimaTorzok И все, я двигаюсь домой. Субтитры сделал DimaTorzok Такой букет, кстати, у меня обошелся в 540 рублей. Неожиданная новость для меня была услышана в этом магазине, потому что сейчас там работает доставка и можно заказать цветы вообще из любой точки мира. Это очень удобно. Даже если, чтобы по улицам, по таким мокрым не ходить, в такую ненастную погоду, можно сидя на диване, спокойно позвонить или зайти на сайт и заказать букет с доставкой. Фактически получится немного дороже, но здесь и время вы не потеряете, и на улице вы не промокнете. Так что, ну, мне-то это шага доступности, поэтому несложно и так за это идти. Мы решили маме подарок дать сегодня, потому что папа у нас будет работать. И хотим мы маме подарить сегодня. Хотите посмотреть на это? Мама, а мне сегодня подарить подарки? Нет, 8 марта. Спасибо большое. Классно. Хороший букетик с розочки, видишь, какие маленькие, красивые. Мне-то маленькие нравятся. Мне тоже нравятся маленькие. Надо сейчас поставить водичку. Спасибо, муж мой, любимый. Погода в Геленджике вносит свои коррективы. Никуда мы не ходили, нигде не путешествовали, но это временная такая мера. Я думаю, впереди будет еще тоже много всего интересного. Мы проводили время дома, снимались с Вадиком. Вика рисовала, мы с Вадиком. Вот такой вот замечательной поделкой занялись из бумаги зерни большого оленя. Разумеется, сделаем мы еще пару. И эта пара будет у нас висеть на стене. Нам, может быть, это очень прикольно получилось. Классно, интересно, необычно. У нас появился олень в трусах. Жаня, ты под кого косишь? Под зайца или под оленя? Ну, я вам рекомендую подписаться на наш канал Геленджик Лайф, если вы еще этого не сделали. Впереди у вас же много всего интересного. Интересное о жизни в городе Геленджике. Интересное путешествие и много-многое другое. Также не забывайте переходить по ссылочке под этим видео в описании к нашим друзьям. Всем пока!